Книга открытым оком. Тема объединения. Том 13 вопрос 2785. Вы всегда говорили, что РПЦЗ ничем не отличается от московской патриархии. И ничто не препятствует их объединению. Дать каждому свободу. Пусть кто желает, тот и соединяется. Себя к таковым вы никогда не причисляли? Так что же ожидает прихода РПЦЗ в России? И есть ли материалы в интернете по моему вопросу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я против создания патриаршества. Я за то, чтобы каждая епархия могла действовать совершенно независимо на свое усмотрение. Это можно даже дать для размышления каждому приходу. Более того, каждому христианину. Но в рамках священного писания, канонов, церкви, законности епископа и священников преемственно по рукоположению связанных со Вселенской Церковью. Не было бы избрания патриарха Тихона, не было бы и сергианства в таком масштабе, не было бы единого центра с диктатором-патриархом Сергием, не было бы и всеобщей зараженности экуменизмом. А разве только часть ее? Мы ничего не потеряли в начавшемся процессе по объединению, но на дальнейшее смотрим спокойно. На сей день забот хватает по расширению благовестия о Христе, а решение завтрашних забот не выйдет за рамки сегодняшних. Мы готовим к автономии каждую душу. Опять проклятая неопределенность. Или немного о психологических механизмах функционирования РПЦЗ. Официального объединения РПЦМП и РПЦЗЛ до сих пор нет, а процесс становится для наблюдателей все менее интересным. На предельно пафосных нотах сообщается об очередном важном шаге и так до бесконечности. Но это поверхностное впечатление. Будто в процессе больше не осталось никакой интриги. А осталось. И даже две. Нужно только уметь их разглядеть. Одна интрига для значительной части членов РПЦЗЛ. Другая для тех, кто наблюдает со стороны. Первая интрига моделируется анекдотом, который, однако, приводится в серьезной книге по психиатрии. Муж следит за женой, чтобы застать ее с любовником. После серии неудач он забирается на дерево перед окном в комнату, где находится жена с любовником. Он все уже почти увидел, но в этот момент они гасят свет. Опять проклятая неопределенность восклицает муж. В.П. Руднев. Характеры и расстройства личности. Москва, 2002 год. Страница 16. Почти так же восклицают сегодня многие верные своему руководству члены РПЦЗЛ. В качестве следующего шанса заглянуть в окно, они ждут теперь всезарубежного собора. Для них нынешние события полны напряженной интриги. Но и для наблюдателя со стороны в заключительных аккордах истории РПЦЗ остается еще немало поучительного. Судьба РПЦЗ может быть и не так уж интересна сама по себе, но она безусловно заслуживает внимания любого человека, интересующегося принципами функционирования религиозных объединений. 7 развеянных мифов РПЦЗЛ До июньской публикации документов согласительных комиссий в зарубежной среде господствовало несколько пропагандистских мифов, которые теперь разом опровергнуты. Перечислим мы их по порядку. Первый. Миф о том, будто ближайшей целью переговоров является установление евхаристического общения, без какого бы то ни было предрешения административной связи РПЦЗЛ и РПЦМП. Простой, в кавычках, зарубежный народ не настолько искушен в дипломатии, чтобы пытаться поставить себя на место РПЦМП и постараться понять, зачем ей это может быть надо. Но для хотя бы слегка знакомого с церковной политикой человека совершенно очевидно, что для РПЦМП такое решение было бы дипломатическим поражением. Взамен на признание РПЦЗЛ она для себя не получает ничего. Такой повестки дня на переговорах даже и быть не могло. Но если переговорщики от РПЦЗЛ в конце 2004 года что-то такое выдумали, что вполне очевидно, зачем? Обман паства и очень грубый. Цель обмана – приучить паству к самому факту переговоров и тем самым сбить волну протеста. Это наименее интересный из зарубежных мифов. Следствием его будет еще более сильное разочарование паству в своих иерархах и соответственно еще большее безразличие паству каким бы то ни было иерархам. Тем легче будет для этой паства интересоваться, интегрироваться, простите, в РПЦМП. Второе. Миф о том, будто объединение произойдет на основе осуждения экуменизма. Действительно, среди документов комиссии есть один, который так и называется «Об отношении православной церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям». В нем декларируется теоретическое осуждение теории ветвей. А декларируется ли в нем осуждение современной практики экуменизма? В зарубежной церкви отказ от экуменизма традиционно связывался с выходом из Всемирного Совета Церквей. Но документ прямо говорит, что такого выхода не предполагается. Тогда, может быть, там сказано, что, по крайней мере, не будет совместных молитв с эритиками. Но по этому поводу сказано только следующее. Православная церковь исключает всякую возможность литургического общения с неправославными. В частности, представляется недопустимым участие православных в литургических действиях, связанных с так называемыми экуменическими или межконфессиональными богослужениями. В целом же, формы взаимодействия с инославием церковь должна определять на соборной основе, исходя из своего вероучения, канонической дисциплины и церковной целесообразности. Вряд ли за этим можно вычитать прямой запрет совместных молитв, на котором настаивают апостольские правила. Более того, скандальное решение архиерейского собора РПЦ-МП 1994 года, оставляющее решение молитв с эритиками введения епархиального архиерея, в документе не упомянуто, и, следовательно, отмена его не планируется. 3. Миф о том, что объединение произойдет на основе осуждения сергианства. До июня 2005 года даже в РПЦЗЛ считали, что осуждение сергианства предполагает по меньшей мере ясно выраженное убеждение в том, что митрополит Сергий, подчинивший вверенную ему церковную организацию тотальному контролю безбожников, действовал неправильно. Эти действия и предполагалось осудить, тогда как анафематствование Сергия в среде зарубежной церкви никто и не требовал. Сторонние наблюдатели не разделяли такого оптимизма рядовых членов РПЦЗЛ. Они понимали, что для РПЦМП фигура основателя московской патриархии, митрополита и с 1943 года патриарха Сергия знаковая, за которой в РПЦМП никогда не признают какого-либо фундаментального заблуждения. Действительность, сформулированная в комментариях к документу об отношениях церкви и государства, превзошла все самые смелые ожидания. О знаменитой декларации митрополита Сергия там было сказано следующее. Цитата. Критическая оценка упомянутого документа не означает осуждение святейшего патриарха Сергия, не выражает желание омрачить его образ и умолить подвиг его первосвятительского служения в тяжелейшие годы существования церкви в Советском Союзе. Подвиг его первосвятительского служения. Эта фразеология уместна едва ли не при канонизации. Сейчас мы только мимоходом можем отметить этот примечательный факт. Но отметим хотя бы так. Именно переговоры с РПЦЗЛ впервые дали повод заговорить о прославлении основателя Московской Патриархии во святых. Эта идея не нова, но раньше она высказывалась очень робко. Например, в 1997 году Синодальная комиссия по канонизации РПЦМП рассматривала, не придавая это огласки, возможность одновременной канонизации Сергия и митрополита Иосифа Петроградского, главы катакомбной церкви, которая Сергия отвергала. Теперь впервые открывается перспектива канонизации Сергия одного, как единственного победителя, избравшего единственно правильный путь и создавшего единственно правильную Московскую Патриархию. Для окончательного торжества Московской Патриархии такая канонизация Сергия более чем желательна. Она даже едва ли не необходима, и теперь, наконец, препятствий на пути к ней не осталось. Не будем удивляться, если в ближайшие годы принесут нам рассказы о чудесах исцелений на могиле Святейшего Патриарха Сергия. Четвертый. Миф о церковной автономии РПЦЗЛ после объединения. Тут кто-то, может быть, спохватится. Но почему даже автономия миф, когда о ней ясно говорится в документах комиссий? Миф, она потому, что независимо от конкретных рычагов управления зарубежными приходами, приводить эти рычаги в движение будет сильнейший. То есть Москва. И только Москва. Это было понятно заранее и без всяких комиссий. Миф, она потому, что независимо от конкретных рычагов управления зарубежными приходами, приводить эти рычаги в движение будет сильнейший. То есть Москва и только Москва. Это было понятно заранее и без всяких комиссий. Но комиссии все-таки и в этом вопросе сочинили нечто интересное. Цитата. Комиссии признали, что восстановление полного единства организационных структур Русской Православной Церкви за пределами ее канонической территории является желанной целью, к которой следует стремиться. Однако, необходимо принимать во внимание исторически сложившиеся реальности, обусловленные длительным разделением. Поэтому, в дальнейшем устроении жизни единой Русской Церкви необходимо применять подобающую экономию и пастырскую осмотрительность, постепенно развивая пастырское взаимодействие в странах русского рассеяния. Кавычки закрыты. О совместной работе комиссии Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Зачем было бы упоминать об этом протоколе о намерениях? Цель восстановления полного единства организационных структур. То есть, упразднение даже видимости, даже одного названия автономии для РПЦЗ. Не слишком ли рано? Если решили упоминать, значит не слишком рано, в самый раз. Значит, процесс предполагается повести достаточно быстро, чтобы нынешние протоколы о намерениях послужили бы заодно и для второй серии объединения, когда совместных комиссий уже и не будет. Упомянем еще три мифа, менее важных, но также опровергнутых в только что процитированном документе о совместной работе комиссий. 5. Кто-то в РПЦЗЛ искренне считал, что Объединительный Собор РПЦМП и РПЦЗЛ будет подвергать критическому разбору деятельность обеих церковных организаций и заново выберет патриарха в РПЦЗЛ, до сих пор действует постановление Собора РПЦ 1990 года, отвергающее каноничность избрания патриархом Алексия II. Подумать, будто иерархи РПЦМП станут отчитываться перед несколькими зарубежными иерархами, могли только очень наивные люди. 6. Многие, а не кто-то в РПЦЗЛ считали, что при Объединении не будет возможно предательства греческих, болгарских и руминских старостильников, в общении с которыми РПЦЗ состоялось с 1994 года, а также российских приходов РПЦЗ. Но все в том же документе о совместной работе комиссии мы видим уже и формально отмежевание от старостильников, а также отсутствие каких-либо гарантий для российских приходов РПЦЗЛ. Относительно последних теперь уже ясно, что как-либо защищать их права архиереи РПЦЗЛ не собираются. Итак, 7 мифов об объединении, бытовавшие в РПЦЗЛ опровергнуты. Тут самое время сказать, мифы умерли, да здравствуют мифы. Разумеется, новые мифы. Новые мифы, которые всегда лучше старых. В зарубежную паству РПЦЗЛ не очень волнуют российские приходы и почти совсем не волнуют старостильники. Претензий на перевыборы патриарха Алексея там тоже нет. После паузы в несколько месяцев там теперь легко смиряются и с ускоренным решением вопросов об административном подчинении, неизбежно влекущем и передачу имущества. Для оправдания всего этого можно обойтись без мифотворчества. А вот для оправдания сергианства и экуменизма без мифов обойтись нельзя. Сказать о правде, особой идеосинкризации к экуменизму в зарубежной церкви никогда и не было. За исключением 20-летия с 1965 по 1985 год. При ее третьем первоиерархии митрополите Филарети. После 1985 года термин экуменизм встречался, пожалуй, только в одном контексте. В качестве жупела против РПЦ-МП. Поэтому относительно экуменизма мифотворчества требовалось минимальное. Надо было только заставить не замечать, в чем митрополит Филарет отличался от своих предшественников Антония и Анастасия. И заставить забыть, в чем состоял смысл анафемы против экуменизма, принятая собором РПЦ-Зе 1983 года. Уже в конце 1986 года никто иной, как ныне смещенный первый иерарх митрополит Виталий в своем рождественском послании выступил с дотоли неслыханным толкованием этой анафемы, как имеющей значение, цитата, только для нашей церкви. То есть только для чад РПЦ-Зе. Мол, если есть какие-то такие диковинные звери-экуменисты внутри РПЦ-Зе, то им анафема. В ответ звери дружно сказали, что их нет. Так что относительно экуменизма работали долго и планомерно, пользуясь заведомой некомпетентностью митрополита Виталия в качестве первого иерарха еще тогда, когда он возглавлял нерасколовшуюся РПЦ-Зе. С сергианством все вышло более неловко. До постановления согласительных комиссий никто в РПЦ-Зе так и не позаботился о создании нового имиджа святейшего патриарха Сергия. Однако сразу после июньской публикации об этом не без успеха позаботился один из членов согласительной комиссии со стороны РПЦ-Зе-Л протоиерей Александр Лебедев. Оказалось, как водится, что зарубежная церковь всегда почитала подвиг Сергия. Так, в официальном послании Собора епископов РПЦ-Зе 1933 года, составленном архиепископом, будущим митрополитом и первоиерархом РПЦ-Зе Анастасием и подписанным основателем РПЦ-Зе и ее тогдашним главой митрополитом Антонием, было сказано буквально следующее. Цитата. Конец цитаты. А основатель Джорданвильского монастыря и ближайший ученик митрополита Антония, архиепископ Виталий Максименко в 1940-е годы писал о своем былубоком поклоне перед подвигом патриарха Сергия. Причем его слова не раз перепечатывались в РПЦ-Зе. В чем тут нельзя обвинить протеарея А. Лебедева, так это в прямой лжи. Те, кто изучал историю РПЦ-Зе не для сейминутных идеологических нужд, а хоть сколько-нибудь беспристрастно, не сомневается, что найти там можно буквально все, причем сказанным из уст ее первых лиц. Да и на самом деле, как нужно напрячь воображение, чтобы представить себе митрополитов Антония и Анастасия, если бы они остались в России, не с близкими им по духу и воспитанию митрополитами Арсением Стадницким, самым маститым архиереем тех времен, и Сергием Строгородским, а каким-то маргинальным митрополитом Иосифом. И разве не по-сергиански они повели себя в отношении к гонимым греческим старостильникам, которые тщетно и при митрополите Антонии и при митрополите Анастасии пытались обратиться к РПЦ-Зе для восстановления иерархии? Разве не поддерживали оба этих митрополита официальную Элладскую церковь против ее тогдашних катагомбников-старостильников? У тех, кто руководит нынешними процессами в РПЦ-Зе-Л, включая того же протеерея А. Лебедева, безошибочное чувство стиля, унаследованное от всех поколений РПЦ-Зе. И это чувство им говорит, что место церкви в мейнстриме, а не среди аутсайдеров. Раньше за рубежом РПЦ-Зе всегда и была в мейнстриме, а теперь нет. И поэтому она должна сделать все возможное, чтобы вернуться в мейнстрим хотя бы и ценой своего поглощения патриархии. И даже страшно сказать, ценой лишения имущества. Для рядового члена РПЦ-Зе-Л эти напоминания протеерея А. Лебедева были сначала шоком, а потом, уже через пару дней, они стали восприниматься как что-то общеизвестное. Вот это и подлежит психологическому объяснению. Почему история РПЦ-Зе так часто переписывалась, а никто этого не замечал, то есть не обращал внимания? Почему нескольких дней достаточно, чтобы уже сейчас переписать ее заново в самых, казалось бы, дорогих сердцу любого зарубежника пунктах? Ведь что могло быть дороже сердцу идейного зарубежника, чем сергианство, в котором он обличал РПЦ-МП и заодно всех, кто попадался под горячую руку? Распад РПЦ-Зе как обсессивно-исторического невротизации. Вернемся теперь к началу нашего обзора, к рассказанному там анекдоту. Муж, который вновь столкнулся с проклятой неопределенностью и который так напоминает нам членов РПЦ-Зе-Л, ожидающих теперь решений Всезарубежного Собора. Как будто эти решения могут сказать что-то новое. Это человек, страдающий неврозом, навязчивости, обсессией. Он сверхпунктуален и очень легко дает себя обмануть в силу той же пунктуальности, которая не позволяет ему констатировать обман, пока не получены какие-то сверхочевидные доказательства. Такие люди часто оказываются мужьями истеричек женщин, способных постоянно и вдохновенно врать, или точнее не способных не врать. Истеричная акцентуация личности, а также соответствующий невроз, не менее свойственны и мужчинам. На истериков часто обижаются за вранье, не понимая, что они даже когда врут в сущности, не так уж и врут. Для того, чтобы сознательно врать, нужно четко представлять себе грань между правдой и ложью. А особенность истерика такова, что он фактически не способен представить себе четкую грань между чем бы то ни было. Для него коридор честной лжи, поэтому весьма широк. РПЦЗ, как правило, управлялась в таком истерическом дискуссе. Из сравнительно недавнего, история с анафемой экуменизму. В 1984 году будущий митрополит Виталий комментирует ее традиционно, а уже в 1986 году, так как мы пересказывали выше, и каждый раз как будто бы так и надо. Истерический дискусс – это не только дефекты, но и привлекательные стороны РПЦЗ. Без него была бы невозможно привлекательная своей яркостью мифология русскости. Жандарвиль в лучах заходящего солнца, водочка-селедочка, белая церковь и иные особенно приятные сердцу русского эмигранта слова – то, чего особенно хочется на чужбине. Однако для управления церковной организацией истерического дискусса недостаточно. Он хорош, чтобы удерживать хорошую паству, в которой западная немецкая корректность и точность русской аристократии граничит с неврозом обсессии. Так бывает прочен брак истерички с обсессивным субъектом. Но он недостаточен для управления. Управление в таких случаях происходит извне. Его главным механизмом являются жесткие внешние рамки. РПЦЗ и существовало всегда до последнего времени в жестких внешних рамках. Сначала для группы русских эмигрантов, ожидающих возвращения на Худину, потом, после войны, в качестве церкви русской и антисоветской. Но в 1990-е годы эти внешние рамки исчезли, и РПЦЗ потеряла форму, ведь форма у нее была не своя, а наложенная извне. В московской патриархии такие вещи чувствуют рефлекторно. За последние 15 лет выходцы из РПЦ-МП настолько преуспели в обволакивании зарубежных приходов, что сейчас уже фактически создали для нее новую форму. Форму зарубежной части РПЦ-МП и никакого другого будущего у РПЦЗ быть не может. Не надо тут хвалить мудрость отдела внешних церковных связей РПЦ-МП, как будто они сломили РПЦЗ с помощью какого-то психологического оружия. РПЦЗ разложилась сама. А если РПЦ-МП тут и надо за что-то хвалить, так это лишь за хозяйственность, за то, что она постаралась утилизировать останки РПЦЗ раньше их окончательного гниения. Хотя, в общем-то, эти останки не были РПЦ-МП критически важны. Она сделала шаг доброй воли, красиво оформив бесхозное имущество. А что можно посоветовать членам РПЦЗЛ, которых не устраивает перспектива жизни в Московской Патриархии? Очевидно, нужно признать свою неправоту перед митрополитом Виталием, которого сместили в 2001 году путем интриги, и признать таки его знаменем первоиерархом. Не надо смотреть на то, что эта церковь сейчас слаба и имеет непрезентабельный вид. Она может измениться в зависимости от того, кто туда придет. Не надо смотреть и на то, что будущее этой церкви туманно в перспективе неизбежной кончины 95-летнего митрополита Виталия. В оставшееся время она еще сможет послужить школой для совместной работы и сплочения сил. РПЦЗВ, ведь по большому счету, главное не митрополит Виталий, а преемство идеи. Произошло разделение единого царства Соломонова на два. И законный, но скудоумный наследник мудрого царова Ам собрался войной соединить уже состоявшийся распад страны. Внезапно же получил иную инструкцию от Иеговы. Третье царство 12-24 Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они Слово Господне и пошли назад по Слову Господню. Наши общины трудятся в благовестии, и на эту возню по объединению смотрят сторонни. Нас это нисколько не трогает пока, да и нет времени на деятельную реакцию. Лука 9-60 1 Коринфянам 4-3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Судышащие славят Иегову, Творца, Зиждителя, Спасителя и Бога. Мы не знали бы, когда б не Божье Слово, Святая Истина. О чем же спорить вроде? Жук колорадский нам не угодил, Преступник, полосатый иностранец. Но он грызет по мере вредных сил. Мы с нашей химией отравлены в сараме. Что моль и мыши по сравнению с ним, Наш огород отныне поле боя, Бюджет наш скуден. Но жуку плесни, Дабы не уточнели мы, Как для убоя. Так сколько же в той армии врагов? Страшнее сказочных драконов без приплода. Количество зависит от грехов. О чем нам в Библии рассказано подробно. Обмен веществ и есть дыхание тоже. Пусть не по-нашему с азотом, кислородом, Но дышим же и мы промытой кожей, Когда не испаряем к Богу ропот. То шершень, то паут или комар Напомнят нам о бренности, бессилье. Не дышащие мы, Вот в чем кошмар, Выходит, не они, А мы сбесились. От дышащей на пасти чуть дышу, К спаси и сохрани, Нашел тропинку. Поводарем, быть может, стал мне жук, И отче наш читаем без запинки. Все дышащие значит обо мне. Псалтирь Давида строчки посвящает. Днем наяву, Но жизнь как бы во сне. Клоп побуждает бодрствовать ночами. По мере сил давлю Под мертвый ноготь. Возможно ли другие варианты? В реестр победы Сколько ж их накопим? Пока на аллилую перекуем Клич бранный. 20 июля 2005 год Игнатий Лапкин Днем наяву. Продолжение следует...